мы сегодня с вами напишем французские пейзажи техники мы используем традиционную палитру единственное что мы добавляем еще три краски это бирюзовая небесно-голубая и ультрамарин вот мы обычно всегда пользуемся голубой в этот раз мы добавим ультрамарин и вам будет потом понятно почему обычно мы начинаем фон берем небесно-голубую делаем разбил берем изумрудную рядышком этот же разбил изумрудной и пробуем то в пользу небесно-голубой сразу кладем на сухой холст сразу в пользу изумрудной просто набрасываем цветовые пятна в фон я оговорился то в пользу бирюзовой набрасываем цветовые пятна в фон краска смешивается переходит одна в другую если возможно камере показать наехать о количестве краски ее немного она как бы втирается в холст но она не должна ложиться вот так сухо и собственно говоря мера вашего вкусового приоритета можно просто сначала закидать половину холста каким-то разбилом когда небесно-голубой распробуя таким образом движение мастетина как он ложится как вы себя чувствуете в этом положении а потом туда же вложить вот это вот бирюзовую краску это у нас будет небо а здесь уже будет традиционный какой-то пейзаж почему собственно говоря я предложил использовать вот именно эти цвета есть как бы идея поместить пейзаж это будет какой-то домик какая-то дорога какие-то цветы деревья поместить между двух холодных цветов значит здесь достаточно холодно в небе и достаточно холодно сделаем самой пейзажи мы все помним что франция запоминается такими вот фиолетовыми если это к примеру осень такими фиолетовыми лавандовыми полями вот мы что-нибудь подобное попробуем написать волей-неволей движение мастетина создают в небе какое-то вот напряжение уже не надо даже специально облака какие-то вырисовывать прорисовывать а вот мастетин двигаясь в разных хаотичных направлениях дает достаточное напряжение следует сказать еще о том как растирать краску на холсте очень много я встречал особенно девочки они берут красочки совсем чуть-чуть и смешивать его вот так этого не нужно делать краски нужно брать достаточное количество и вы на холсте делаете растяжку растягиваете цвет вы должны видеть каким цветом вы войдете живописное полотно растягивать его тогда у вас все понятно какой цвет у вас ляжет сюда на холст можно немножко менять движение для того чтобы еще большее напряжение создать пространство вот посмотрите уже напряжение чуть-чуть усветлить усветлить это немного добавить белой краски но обязательно перемешиваем у меня холст имеет такой квадратный формат и вот следует сказать что разделить ровно пополам холст на небо и землю недостаточно как бы красиво композиционно или побольше сделать перспективы и земли и поменьше неба или с позиции как бы человека который стоит если много неба и мало земли это как бы человек сидит и даже может быть отклонился назад вот лежит перспектива уходит вверх вот сюда да представьте себе что вот эта земля а если у нас больше неба и меньше земли то перспектива получается человека который смотрит на все это сверху вдаль все уходит вдаль и вдаль вот я решил что мне выгоднее поскольку такое напряжение в небе создалось что мне выгоднее поработать с небом с облаками создать такой вот бурность небесного проявления чем земного и я потихонечку линию горизонта опускаю вы можете поступать так как желаете так как хотите так как вам больше нравится но единственное что не делите пол пополам это быть может быть хорошо какой-то абстрактной живописи но живописи которая пейзажная она больше хочет быть разделена на неравные участки вот они я беру ультрамарин беру небесно-голубую и получаю очень яркий голубой цвет значит не иду отверх а то есть не обрубаю сразу себе все пути к отступлению а подтягиваю этот цвет снизу от безопасного расстояния я решил что них у меня будет лавандовый вот но между низом и между землей небом скорее всего я брошу какую-то прослойку теплого цвета поэтому где она будет проходить я оставляю себе зазор зазор мы пишем по сухому холсту и желательно этим воспользоваться желательно делать так чтобы краски перемешивались ярко если мы сделаем четкую границу вот например а где-нибудь покажу а потом захотим туда вложить какой-то теплый цвет а мы все знаем что теплый цвет это все оттенки красного желтого вот сюда то он перемешается и не даст чистоты каких-то моментах живописи это нам выгодно каких-то не очень если мы пишем по сухому толсту пробуем пока избавиться от такой нарочитой смеси цветов мы естественно к этого не уйдем но мы потом сами будем смешивать те цвета которые нам сложные цвета которые нам будут необходимы вот поэтому я ухожу а вот этих моментов грязцы и укладываются достаточно чистым цветом вы можете поэкспериментировать ультрамарин с бирюзовой посмотреть что получится цвет нет цвет не такой яркий будет вот я рядышком кладу только глухой но тоже достаточно вкусный следует сказать что это вот предварительная подкладка цветовая вот лавандовый цвет потому что в лавандовом цвете всегда присутствует еще и красненько некий такой фиолетовый оттенок это мы потом возьмем ультрамарин и красный и вложим туда такие лавандовые настроение быть может у нас по это потом появится еще и разбил этих настроений лавандовых вот но предварительно пользуемся чистым цветом он как подкладочным можно сразу наметить себе какую-то перспективу просто разбить ее чтобы вы видели точку схода в горизонте и вот в зависимости от того где вы ее поставили допустим левее середины правее середины опять же желательно чтобы точка схода а было чуть чуть левее чуть чуть правее середины вот по этим направлением себе сразу укладывать краску сами мазки посмотрите если мазок уложен вот так да то есть точка схода теряется если мазок уже положен по движению перспективы у нас сами мазки создают нам нужное движение краски я не знаю насколько это видно камере вот думаю что видно по движению перспектив так называлось некое пространство незакрашенного холста и вот в этом место я попробую вложить чистый цвет это желтый красный получился такой оранжеватый и можно чуть-чуть туда добавить совсем чуть-чуть коричневого чтобы приглушить немножко облагородить оранжевый и сделать его таким ахристым хотя заметили способ укладки меняется это у нас дальняя линия горизонта все что там у нас растет она сливается в одно в одно целое и вот линия горизонта и линия укладки уже горизонтальная все в горизонтальной лодки краски набираем достаточное количество на мастикен можно показать и макательными прикосновениями сбрасываем просто сбрасываем краску растягиваем ее по линии горизонта вот нужно поиграться немножко то чем я говорил сложные цвета вот у нас смотрите есть желтый и красный получился такой и чуть коричневого и получился такой теплый 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 ахристый цвет и вот мы немножко туда добавляем вот этой разбеленной зеленцы совсем чуть-чуть и посмотрите что творится на холсте вот сочетание краски можете экспериментировать у себя к примеру добавили туда немножко белого посмотрите получился совсем другой оттенок и смотрите какая неоднозначность получается на картинку сложность цветовая можно не сильно увлекаться этой сложности но всегда имейте ввиду что она эта сложность имеет место быть и это всегда красиво в процессе написания одного сюжета у вас автоматически может получиться другой сюжет если это будет вызывать какие-то приятные ассоциации вот я в ультрамарин добавил красного и белил и получил этот пресловутый лавандовый разбил и начинаю вдалеке укладывать еще и вот такие настроения охра очень хорошо сочетается с ультрамарином охра с ультрамарином с лавандовым цветом таким достаточно классические сочетания цвета и встроена и в 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 на заднем плане быть может дадим какое то настроение на деревца на какую то посадку достаточно легкими прикосновениями нет не активной краской Мы помним, что все, что находится далеко, оно достаточно мутно все. Плотность воздуха убирает четкие границы. И задний план у нас такой мутноватый. Можно схитрить, бросить сюда свет. И автоматически задний план у нас уйдет еще дальше. Подровнять немножко линию горизонта. Все мы помним о том, что небо имеет свойство к горизонту быть белесым. Не белым, а белесым. Вот мы начали на сухой холст бросать неразбавленную краску. Буквально немножко она постояла. Холст взял достаточное количество влаги из самой краски. И на холсте остался некий пластилиновый слой. И вот в этом пластилиновом слое, смотрите, я совсем немного беру краски на мастикин. И держу его еле-еле касаясь. И вот рыхлые движения набрасывают, сами делают за меня вот эти вот облачность неба. Рваные облачка. Чуть-чуть добавлю еще и такого желтого разбила. Еле-еле желтого. Вот посмотрите на палитре. Желтый это не значит активный желтый. Посмотрите, насколько вот он не активен, вот этот желтый по сравнению с желтым цветом. Но посмотрите, какой эффект этот желтый производит вот в этой холодной среде неба. Сразу у нас появились облака, освещенные солнцем. Усложним немножко задний план. Чуть-чуть активнее возьмем деревья. И усложняется вот эта вот леса полоса. Продолжение следует... . . Смотрите продолжение в следующей серии. Допустим, дорогу в поле. Здесь в вашей фантазии беспредельная... То есть вы можете дорогу наметить как хотите. Вы можете ее увести сюда, в сторону. Вы можете увести ее сюда, в сторону. Вы можете сделать ее извилизмой. Это будет выражение вашего внутреннего состояния. Я определил, что дорога где-то для меня будет уходить вот в эту сторону. Абсолютно не значит, что вы должны поступать точно так же, как и я. Вы можете расположить ее на себя, в эту сторону. Сделать ее широкую. Вот я захотел сделать такую. Движение мастетина. Я набираю краску на конек. На рабочую поверхность. Конечек. Укладываю на холст. Прям конечком. И потихонечку, зигзагообразными движениями, начинаю эту краску сбрасывать. Волей-неволей, получается такая извилистая мастетина. И вот теперь вашим вкусовым приоритетам, опять же, нет места. Цветовые пятна разбросаны. Достаточно вкусно смотрятся цветовые сочетания на холсте. Следует сказать еще о том, что квадратный холст, если бы у нас был длинный холст, прямоугольный. Прямоугольный холст, он всегда требует некого повествования на холсте. То есть, некого сюжета. Каких-то деталей, еще чего-то. А вот квадратный холст, он как бы способствует некой философии. И вот я сейчас взял и отказался. Решил, что у меня будет достаточно этюдная работа. Мне очень понравилось сочетание красок. И я решил остановиться на этюдной работе, сделать поле с философской какой-то подоплекой дороги, с задним планчиком. Даже не хочу выставлять пока еще большие деревья какие-то, еще чего-нибудь такое. То есть, вы можете поступать по-другому. Вы можете, допустим, вдоль дороги тут поставить деревья, какие-нибудь там высокие или низкие. Сюда. Я от этого отказался в пользу оприоритета цвета. Мало того, если... А этот урок направлен на начинающих. И по большому счету вам необходимо просто распробовать смешение красок. Как они ложатся одна с другой. Как они сочетаются рядом, находясь одна с другой. Какие дают теневые и световые эффекты. Но если у вас получится нечто красивое, не нужно захламлять холст. всевозможными подробностями. Пускай это будет приятная и тюдная работа. Вам стоит распробовать. А вот в такой работе где вам нужно траву или там... ну, как какие-то сюжеты на дальнем плане. Где нужно положить. Где они вот приобретают лежачий характер. Далекий, дальний. И где вам нужно немножко уже начинать поднимать мазки. то есть создавать уже ближний план. Чем ближе к нам, тем предметы начинают быть больше и чуть-чуть активнее. все это вы распробуете на своем холстике аккуратно двигаясь. Меняя прикосновения. то есть если на заднем плане у нас прикосновения лежачие, то на среднем плане у нас уже такие макательные движения. И если мы рисуем некую растительность, то она стремится подняться вверх. Значит, у нас мелкие-мелкие движения вверх происходят. Чем ближе к нам, тем движения происходят крупнее. вот солнышко у нас светит с этой стороны и освещает облака. Дорога ушла далеко-далеко вдаль и там же что-то растет и вот та часть, которая примыкает своей левой стороной к неосвещенному участкам, она темнит. и вот мы можем себе позволить эту часть дороги немножко утемнить. То есть левую часть от падения солнечного света. а правую часть попадает туда свет. Какие-то участки поля высвечивает ярким-ярким желтым светом. тоже вот распробуйте у себя на холсте касание смотрите желтого цвета к синему дает зеленцу. касание глубокого ахристого цвета это желтый красный плюс немножко коричневого касание к синему дает такой золотистый оттенок. Значит посмотрите что вам больше выгодно золотистость цвета или зеленца это тоже вкусовые приоритеты вы можете поэкспериментировать в укладке самой дороги мало того что дорога любит такую зигзагообразность мы об этом уже говорили но еще есть другая укладка значит есть укладка обращенная вот своей выпуклой частью внизу и дорога у нас приобретает вот такое состояние да видно как бы она ушла вниз углубилась и есть вот такая укладка своей выпуклостью она вверх направлена вот и дорога у нас начинает вздуваться чтобы было понятно вот такая и она у нас вздувается но вот в данном случае скорее всего что я бы например дорогу уложил такими качельками вниз да а сами лавандовые кусты особенно на переднем плане они усаживаются такими рядочками в поле и вот на переднем плане это я бы достаточно показал и уложил их вот такими кагатиками верхушками вверх можно себе помочь допустим расчеркать как они будут уходить ну и помним о том что верхняя часть у нас больше освещена а это теневая сторона нижняя и вот способ укладки тоже просто распробуйте вот такая вот лавандовость укладки и помните о том что там оно все сужено между ряде и чуть уменяем я взял ультрамарин и красный вот такими же движениями как мы делали облака сбросов ими ими укладываем темноту вот этого междурядья это помнишь ими амб амб где хватит чтобы у вас не превращались четкие линии расчерченные циркулем на переднем плане немножко поднялись цветочки освещены солнцем достаточно темно у нас с не освещенной стороны дороги таким образом мы даже можем показать высоту того что у нас растет какие-то скрапления других цветов вот этот лавандовый рай чуть-чуть подбил темненьким и у нас вот эти желтые островочки уже возвысились над над общим полем да вот они приподнялись где-нибудь можно продублировать с другой стороны вот с этой песочностью дороги тоже вот эти рваные движения создать фактурность можно создать некую калию я просто мастихином убираю цвет появилась колея самая крупные мазочки на переднем плане зимой заметьте мы ничего не прорисовываем само сочетание красок густота краски любовные прикосновения даже сказать так же любовательные они дают вот такую красоту можно сохранять полукруглость укладки вот ощущение того что это полукруги можно сохранить ну а можно этого и не делать если это дается с трудом и вы на это тратите много сил то можно и не делать этого а можно и постараться немножко не стоит зацикливаться на каких-то определенных вещах особенно на тех которые у вас поперва попервачку не получаются сделайте так чтобы вы любовались тем что вы делаете а чтобы вам это нравилось это тоже не следует все вот эти вот прорисовывать все бугорки прорисовал два три а то и через один вас будет полное ощущение того что они все состоят из вот этих полукруглых полукруглых полукруглостей где-нибудь можно еще подложить таких зеленых настроений пусть это будут рефлексы к примеру от неба или допустим растет какая-то зеленая там трава которая встречается всегда встречается на полях может какую-то сложность придаст сюжету особенно вдоль дороги велики велики Это вполне такой симпатичный этюдик, который, в принципе, по зубам, всем. Если вам понравилось, попробуйте написать что-нибудь подобное, подбирайте цвета, посмотрите их сочетания, проследите за укладкой, как вы себя при этом чувствуете, как вас слушает мастихин, насколько вы способны широко мыслить или остановиться в тот момент, когда уже и так все красиво. И тогда пленерные работы вам будут очень просты. Чем сложны пленерные работы? Каждые 20-30 минут, а то и каждые 5 минут, теряется освещение, и вам необходимо просто уловить состояние. И вот написание вот этих этюдиков, 5 минуток, они учат к тому, чтобы вы удерживали состояние внутри себя и не уходили в какие-нибудь ненужные детали. А потом уже, сидя в мастерской или дома, вы уже на основе полученных впечатлений можете создать полноценный шедевр. Ну, где-то так. Можно было остановиться. Я чуть-чуть добавил в горизонт розовинки. И еще, чтобы посолнечней была даль. Вот, розовый. Вот эти напряженные облака, они звучат сейчас очень-очень гармонично. Ну, в общем, вот такой этюдик, ну, чего не хватает? Наверное, подписи. Ставим подпись. Можно даже вот так ее поставить. Можно кисточкой, можно, когда высохнет фломастером. Суть не в этом. Достаточно миленько, на мой взгляд. Попробуйте. И удостоверьтесь, как сыток просто. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам!